Что происходит с водоснабжением Крыма? Это один из самых популярных вопросов в социальных сетях. Ведь впереди сезон отпусков, который многие планируют уже сейчас. Местные власти рапортуют, что все под контролем. Вода подается в полном объеме. А сами жители обеспокоены ситуацией, которая сложилась в системе водоснабжения полуострова. Из-за необычно теплой зимы и отсутствия осадков, крымские водохранилища значительно обмелели. Несколько недель назад даже появилась информация, что вода якобы будет подаваться по графику. Однако позже чиновники отказались от своих слов. Крым со всех сторон окруженный водой, тем не менее исторически вододефицитный регион. Наполняемость наших искусственных водоемов напрямую зависит от количества осенне-зимних осадков. А в этом году теплая зима сыграла с крымчанами злую шутку. Ведь до сих пор здесь не было ни хороших дождей, ни обильных снегопадов. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этот год будет непростым. Засуха на полуострове случается каждые 5-6 лет. Крымчане помнят год 1994, когда воду давали на 2 часа в сутки. А медики впервые за много десятилетий фиксировали вспышки холеры и сибирской язвы. Но тогда в Крым усиленно подавали Днепровскую воду. Сейчас Северокрымский канал пуст. Украина перекрыла его в апреле 2014 года. Тогда ситуацию удалось спасти. В русло канала перебрасывали местные реки, строили водоводы, бурили скважины. Было трудно, но выжили. И на этом, похоже, успокоились. А зря. В середине ноября-то я набирала где-то так было, чуть-чуть побольше. А была вода питьевая, да? Ну, питьевая, нормальная она. Грязная лужица на дне колодца – это вчерашний талый снег. Воды здесь нет уже полгода. Для нее пришлось купить бак. Она ушла в конце августа месяца, в прошлом году до сих пор. Немножко вот после Рождества появилась, там сейчас чуть-чуть. А водопровод есть у вас? Водопровода нет. А как же вы выходите из положения? Хожу до соседей, забираю воду. На работу Татьяна Васильевна ходит через мостик, но теперь он тоже не нужен. Ручей пересох. Такого жители села Богатая не помнят давно. Как рассказывают местные жители, вот эта маленькая речушка всегда была довольно полноводна. Это приток местной реки Кучук-Карасу. А сейчас, как видите, ты по дну, можно абсолютно спокойно. В крымской столице страсти по воде бушуют пока только в соцсетях. В начале февраля на официальной странице главы администрации Елены Проценко появилось сообщение. Запасов воды хватит на период от 90 до 100 дней. Принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья. И переход на график подачи холодной воды утром и вечером. Такой же тревожный пост появился у председателя комитета по водному хозяйству Игоря Вайля. Однако спустя всего пару часов мнение чиновника резко изменилось. На сегодня ситуация с водоснабжением стабильна, написал он. Дальше больше. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гацанюк опубликовал целое воззвание. Уважаемые крымчане, на сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды. Но благосфера уже кипела. Крымчане, пережившие энергетическую, продовольственную, водную, транспортную и бог знает какую еще блокаду, к очередной такой новости отнеслись философски. Проведу серию обучающих семинаров. Как не мыться неделю и все равно нравится людям. Оплата подушна. Иду у вас в душ. Выше пятого этажа мероприятия не провожу. В Симферополе взволнованы возможным отключением горячей воды. А в Севастополе все в норме. Говорят, у них ее уже 20 лет как нет. Бак плюс насос плюс подключение к системе квартиры. 30-50 тысяч рублей. Принимаем заказы. Смайл. На завтра Вайль посоветовал народу чистить зубы с выключенным краном. И тут же сообщил, что потери воды в сетях составляют 62%. Народ удивился и решил не чистить зубы совсем. По данным Госкомводхоза, Симферопольское водохранилище сейчас заполнено водой примерно на 33%. И аналогичная ситуация с другими крымскими водозаборами. Чтобы вы понимали, как это выглядит в реальной жизни. Вот те деревья когда-то росли у самой кромки воды, а сейчас от меня до них примерно 200 метров. И по данным туристического навигатора, мы вместе с оператором, с камерой и всем оборудованием сейчас находимся глубоко под водой. Нас успокаивают, значит есть повод для волнений. Примерно так думает каждый россиянин. Симферопольцы на всякий случай готовятся жить без воды. Летом, когда я езжу на выездные мероприятия, я беру с собой большую баклагу. Никогда не думала, что она пригодится мне и сейчас. Надо будет еще найти для нее крышку. Но в принципе, отключением воды можно быть готовым. Гончар Илона Ясинская проводит мастер-классы для детей и взрослых. Группа бывает до 30 человек. Без воды придется ограничиться сухой теорией. Иначе есть риск познакомиться с инспектором СЭС. Собственно, если в кране нет воды, то мытье рук будет происходить вот так. И это будет проделать, я так понимаю, одновременно человек 30 в одном и том же... Если это будет школьная экскурсия, то да. Ну, скажем так, это, наверное, не самое такое страшное, с чем придется столкнуться крымчанам. Но все же это довольно неприятно. Для решения проблем водоснабжения разрабатывались самые разные проекты. Трубопровод из Кубани, опреснение морской, добыча подземной, сбор дождевой и так далее. Со стороны Украины робко звучат предложения, а не продавать ли крымчанам воду. Но пока это из разряда фантастики. Это мы специальную работу делили при помощи изучения аэрокосманских снимков. И проверяли это все маршруток, искали источники, отбирали пробы и так далее. То есть, по сути, не надо изобретать велосипед? Надо просто детально изучить режим этих родников. В разработке этого проекта профессор Анатолий Пасынков участвовал в далеком 1985 году. Крымские гидрогеологи еще до перестройки предлагали перехватывать так называемые воды субмаринного стока. Как известно, горы в Крыму состоят в основном из карстовых пород, которые, как губка, впитывают в себя осадки. На южном берегу эти потоки в колоссальных объемах стекают просто в море. У нас наиболее интенсивные или водообильные субмаринные участки разгрузки подземных водок находятся вот здесь. Вот они, видите, сколько их? Это район Севастополя. Да, это Севастополь, но ближе к бухтам Ласпи и Мусая. А затем вот здесь, это район Юдага. И третий участок, это район Меганома. Пока что этим проектом, как и многими другими, никто всерьез не интересовался. Резюмируем. Шесть лет республика живет под угрозой засухи. На федеральную целевую программу развития Крыма выделяются колоссальные деньги. За это время предлагалось множество проектов по добыче воды, вплоть до самых экзотических. Но на практике не смогли даже просто заменить инженерные сети, куда уплывает 62% драгоценной влаги. Ирина Камышева, Олег Маргун, Сергей Беляев. Специально для программы «Большая страна». Что ж, пожелаю терпения жителям Крымского полуострова. Ну и как можно скорее избавиться от такой водной зависимости, о которой мы сегодня говорили.